Ну, добрый вечер, в первую очередь. Ну, до того, как прийти в режиссуру именно дубляжа, я очень долго работал просто на дубляже. Ну, не могу сказать, сколько картин было озвучено, потому что сейчас это слилось просто в одно единое какое-то, переходящее из одной картины в другую. А потом поступило предложение от Шафутинского. Приехал Шафутинский, Дэвид, значит, организовывает здесь свою студию озвучания. И так случилось, что он оказался другом моего брата. Ну, вернее, там чуть сложнее, там другом-другом моего брата. Вот, и ему посоветовали меня. Вот. Сначала это было несколько хаотично все, потому что, как бы, не очень понималось сначала, что это, как это делать, как режиссер или как организатор всего этого дела, потому что я сам там и укладывал, и писал, и сам режиссировал там, то есть это было... А потом потихоньку это стало выливаться в определенные уже, так сказать, как бы, ну, вырисовываться именно профессия как режиссера, потому что изначально он не давал задачи такие, как режиссерские. Это я уже самостоятельно, так сказать, там у него начал режиссировать. Вот. Там был огромный поток картин. И, ну, наиболее для меня запоминающейся была, конечно, картина, я не знаю, как она сейчас называется, раньше она называлась клонированием, когда сразу пришлось озвучивать четырех. Я, причем, честно сделал пробы, очень много искал на эту роль актеров, но в итоге, как бы, делал ее самостоятельно, и как режиссер, и как актер. Вот, наверное, как бы, это первый приход был в режиссуру именно озвучание. До этого, правда, я уже работал режиссером, но ставил в театре спектакль в Саратовском тюзе, я поставил Шварца «Тень». Вот. Поэтому опыт какой-то режиссуры был. Сколько? Наверное, года четыре или пять я работал Шфутинским. Ну, потом там, как чаще всего бывает, когда долго работают, начинают почему-то, так сказать, не притираться друг к другу, а, наоборот, оттираться друг от друга. Ну, в общем, короче говоря, там не сложились взаимоотношения у нас со звукорежиссером, потому что человек, который, я всегда говорил, ты занимаешься своим делом, я занимаюсь своим, не надо лезть в мое дело. Это его любимый, не будем называть фамилию, потому что он сейчас, ну, он очень хороший звукорежиссер, да, звукорежиссер, но очень любит режиссировать. Короче говоря, мы разошлись, но у меня уже поступило предложение от Лиан М. Они набирали себе тоже режиссера, они начинали снимать вот эту эпопею «Солдаты». Там мне пришлось проходить кастинг, потому что там, как бы, тоже очень серьезно все это набиралось. Если здесь я, ну, получился, как бы, по знакомству, то там уже получилось как с кастингом. Ну, были тоже ряд режиссеров, которые пробовались, и, ну, выбрали меня. В начале, так как еще не было звукового материала, мы, сначала я работал на площадке. Работал на площадке с массовыми сценами со всеми. Вот. Потом, когда стал поступать первый рабочий материал, мы начали уже озвучивать в студии. Не помню, сколько сезонов я озвучил, потом поступило предложение снимать этот сериал. Я начал уже как режиссер снимать, но я был хорошо, ну, был в материале, поэтому было, в общем, довольно-таки легко. И с актерами, со всеми. Там был конвейер чистой воды. Там снимали почти серию в день, сразу ее отдавали на монтаж, тут же монтировали и сразу на озвучание. То есть, все шло параллельно. Съемки, монтаж, озвучание. Поэтому, в общем, такая скорость была. Ну, не знаю, насколько это на качество влияло, но, по-моему, конечно, с такой скоростью работать это качество, к сожалению, будет. Я уже писал у себя там, в этом, в Фейсбуке, что, ну, наверное, ни одна профессия не терпит этого, но озвучание тем более. Это взаимоисключающее понимание. Быстро, качественно и дешево. Я видел такое объявление. Сделаю быстро, качественно и дешево. Ну, не бывает так. Или быстро, или качественно, или дешево. Вот. Ну, короче говоря, я перешел там на съемки. Потом там предложили снимать другой сериал «Туристы». Мы поехали в Турцию на три месяца. Но, так как там большей части люди отдыхали, которые должны были снимать, то, в общем, прикрыли этот проект. Я вернулся в Лиан-Эм опять на озвучание. Ну, уже озвучивал не солдаты, так как там у меня появились мои ученики, которые, как бы, заняли это место в то время, пока я снимал. Вот. Я озвучивал уже какие-то сериалы, там, для НТВ, для того, для сего. Ну, у них много было работы. И там же мы познакомились со Светланой Габунией. Вот. И она предложила мне… Да, у меня был горчайший опыт собственной студии. Я построил собственную студию, но как раз 2008 год, по-моему, был самый кризис. И, короче говоря, я как администратор, в общем, не справился с этим делом, да, и благополучно провалился с этим опытом. Вот. Но в это время мы познакомились как раз с Габунией, и она предложила мне, говорит, вот там французы есть, которые хотят, чтобы мы озвучивали их мультфильмы. Она говорит, я знаю, у тебя есть студия, можно там, так сказать, как бы… Я говорю, у меня уже нет студии, но я могу сделать у тебя студию. Вот. И, то есть, это уже, как бы, третья студия, которую я начинал с нуля. Вот. И вот со Светой мы уже работаем 9 лет. Начинали мы сначала только с французских мультфильмов. Вот. Потом качество этих мультфильмов, вот, как нам сказали, почему выбрал у нас SDI, потому что качество мультфильмов понравилось, ну, как бы стиль работы. И уже SDI предложил свои услуги, ну, слияние там. Я не знаю точно, не буду говорить, потому что как администратор я и как это в этом смысле не очень понимаю. Ну, короче говоря, вот выросло это все в SDI, где вот я работаю по сей день. Ну, наверное, вот как бы сознание вот началось именно с первого рыцаря. Потому что, скажу, почему запомнился. Потому что до, значит, своей работы как режиссера я работал актером и работал у Белявского Александра Борисовича. Вот. Вот. А он работал режиссером, я у него актером работал. Но на первого рыцаря я позвал его уже как актера. Вот. И вот уже работа меня как режиссера с ним как с актером, наверное, вот тут вот я начал понимать, что такое, в общем, режиссура уже ближе. Вот там, скорее всего. И этот фильм наиболее поэтому у меня как-то отпечатался. Вот, наверное, с первого рыцаря. Потому что, ну, трудно делать замечание, на самом деле, человеку, который в этой профессии, ну, как бы, лучший был в свое время. Вот. И вот, наверное, здесь как раз и как бы было становление. Мне же нужно все равно сделать замечание, понимаешь. Но раньше я стоял рядом с ним у микрофона. Потом он сидел за режиссерским креслом, я стоял у микрофона. Он мне делал замечание. А теперь мне надо было учителю практически сделать какие-то замечания. Чем Заровичем не работал? С Максахом работал? Да. Вот, кстати, одна из крупиц, которую я взял себе от него. Да, это человек, который, так сказать, как бы, ну, он сумасшедший. В хорошем смысле слова, он просто сумасшедший. И вот он, да, вот он подходит к актеру не то, что ты, там, закоротил, там, меньше слов сказал. А именно, вот он вкладывает в тебя душу, понимаешь. Да. А с Белозаровичем, к сожалению, не работал. Но у Белозаровича там... У Белозаровича своя техника, он очень, да, он очень тщательно, да, он тщательно укладывает сам и очень быстро пишет. Причем он сам быстро может писать, переключаться. А есть актеры, которые от этого начинают зажиматься. Ну, у него, наверное, своя команда. Я всегда делаю пробу. Да, я никогда не лезу. Сейчас вообще стараюсь не идти на какие-то такие большие роли, потому что я считаю, что мое место все-таки по эту сторону. Вот. Тогда, по молодости, конечно, присутствовало все равно, как бы. Я никогда не пробовался на те роли, которые я не смог бы сделать, понимаешь. Я всегда все-таки ориентировался на то, что я могу сделать. Я Ричарда Гира писал еще до этого тоже. Вот. И поэтому, как бы, ну, пробы, если есть возможность, пробы, обязательно пробы. Причем чаще всего их делаешь для себя. Иногда, вот сейчас у нас не всегда просят пробы. Я делаю все равно пробы какие-то для себя, насколько я правильно ориентируюсь, так сказать, сможет он сделать, не сможет он сделать. Потому что, как раз, вот, на самом деле, это позже, наверное, когда мы поговорим о режиссуре, да, как бы, это, ну, одна из главных составляющих режиссера, когда он правильно выбирает актера. Это, это 80% успеха. Особенно в дубляже. Ну, нет, везде, наверное, везде, в любом. Может быть, в театре только. Единственное, там можно чуть-чуть по-другому, потому что там большой репетиционный процесс. Здесь у нас нет репетиции, здесь ты должен практически попадать сразу. Режиссер – это не только тот, кто подсказывает, как это сделать, да. Режиссер – это тот, кто организовывает процесс. То есть мне надо набрать актеров, команду набрать, которая, по моим, ну, на мой взгляд, может осуществить и выполнить то, что, так сказать, я думаю об этом фильме, и то, что заложено в этом фильме. Это самое главное. Потому что мы нового ничего не создаем. Нам самое главное, как говорят врачи, не испортить. Вот. Не надо делать лучше. Потому что, ну, там уже сделано все хорошо. Хуже не надо делать главное. Вот. Но и стараться лучше сделать не надо. Потому что это бывает иногда как раз портит фильм, когда так стараются сделать его лучше. Итак, я вернусь к тому, что я считаю, что мы больше реставраторы, чем режиссеры. То есть наша задача основная – это восстановить и реставрировать ту картинку, которая нам дана с экрана. Не придумать свое новое. Тоже не буду называть фамилии режиссеров, которые любят придумывать свое какое-то кино, которое потом, я как актер, мне трудно даже исполнить. Я считаю, я начинаю как бы себя съедать, что я не могу этого сделать. А я не вижу этого на экране, то, что требует от меня режиссер. Но я стою, я уже обязан подчиняться, но я не понимаю. Я вижу одно, слышу одно, а от меня требует свое кино, другое. Беда. Вот как раз режиссура, на самом деле, вот в чем здесь режиссура? Во-первых, это умение правильно подойти к актеру. Умение с ним правильно поговорить, понять, что за актер. На кого-то, ну, там можно поднадавить, на кого-то, наоборот, все время лучше похваливать, но вытаскивать то, что ты хочешь, понимаешь? Поэтому вот это часть режиссуры. Но основная часть – это восстановить тот фильм, который уже есть. И актеров я тоже называю как бы, ну, больше реставраторами. А даже, я бы сказал, режиссер дубляжа – это скорее дирижер. Вот актеры – это реставраторы, они реставрируют. Актер – это дирижер, который набирает ансамбль, да, или там оркестр свой, да, выбирает те нужные, как на его взгляд, инструменты. А инструменты – это актеры. И уже с помощью их, ну, и, опять же, это довольно-таки всегда субъективно, потому что, ну, кто-то видит одного актера в этой роли, кто-то другого видит. Иногда, ну, это мы тоже вернемся к этому, закрепление голосов за какими-то актерами. На мой взгляд, это, ну, как бы не всегда верно, потому что часто, ну, особенно хорошие актеры на Западе, да, есть актеры, которые играют, в общем, самих себя все время. Да, за ними можно закреплять голос, да, но есть актеры, которые играют образы. И не всякий актер, закрепленный за этим голосом, вернее, не всякий голос, закрепленный за этим актером, может вытащить этот образ. Поэтому здесь, в общем, спорный вопрос, хотя, в общем, могут возразить и, наверное, буду тоже правы, потому что зритель привыкает вроде как к голосу того актера, он уже с ним ассоциируется. То есть, ну, есть и одна, и вторая сторона по поводу закрепления голосов. Ну вот, а режиссер дубляжа – это дирижер, который собирает тот оркестр, который должен сыграть ту симфонию, которая уже написана, которая уже сыграна, воспроизвести ее обратно и стараться не отклоняться от этого. И когда, почему вот тогда нужны пробы? Потому что, как бы, некоторых актеров я знаю очень хорошо, да, что этот актер вытащит внутренне, дотащит это все. Даже не всегда совпадение с голосами, потому что, ну, мы большей части работаем для телевидения. Некоторые картины делаем на большой экран. Там все равно все урезают, верхи срезают, низы срезают. Сейчас, правда, получше качество телевизионное уже звуковое, но, как бы, никто не услышит голоса того актера, который, ну, родной голос английский всегда услышит. Но самое главное, чтобы этот голос, который звучит на русском языке, сливался с лицом этого актера. Поэтому вот я всегда против того, что сейчас ведь самое главное – это скорость. Скорость, она убивает. Не успевает посмотреть на экран, какие эмоции в это время у актера. Поэтому я всегда говорю, ребята, ну, вот пришли сюда, здесь не обязательно спешить. Но все спешат, потому что нужно успеть здесь сделать, побежать в другую студию. Ну, получилось такой конвейер зарабатывания денег. Но, с другой стороны, со мной работают очень хорошие актеры, которые, как бы, отвечают за качество. То есть у него есть бренд, да, его имя. И если, услышав его голос, а голос – это тоже его бренд, да, услышав его голос и увидит, что сделано плохо, он теряет свое лицо. С одной стороны, команда, правильно сказал, это хорошо. И чем больше твоя команда, тем это лучше. Для того, чтобы было больше команды, тебе нужно пробовать. Ну, в театр ходишь, смотришь, да, там, видишь у других, приходят к другим режиссерам. И чем больше ты себе набираешь команду, тем, так сказать, твоя палитра шире. С другой стороны, я скажу, что, опять же, прибегая к тому, что вот можно посмотреть, у меня есть расписание. Я должен сдать эту работу, там, этот фильм или сериал к определенному времени. И так уж широко экспериментировать я не могу, потому что я понимаю, этот человек запишет, этот будет чуть дольше писать, но он тоже запишет, да. Человек, который, я много пробую, ну, правда, много пробую, и вот сейчас у меня пришли масса новых девушек, голоса таких хороших актрис, которые и быстро пишут с одной стороны, и с другой стороны. Потому что новые голоса все равно нужны, их все равно нужно искать. Но вот у меня был один случай, я вот не дам соврать, но человек пять или шесть из театра, актеров из театра пробовал. Не буду называть, потому что это, ну, как бы существует этика какая-то. И ни один не подошел. Молодых ребят из театра, где, в принципе, они должны играть молодых. Сам по себе театр, потому что так организован. И никто не подошел. И странная вещь, на самом деле, в театре хорошо работают ребята. Но, приходя сюда, у них наступает какой-то зажим. То есть эта профессия, она, конечно, очень отличается от профессии, там, театрального актера. Вот киношники, да, они ближе, потому что там тоже, в принципе, ну, дубль, два, поехали. Раз не попал, два не попал, в кино я имею в виду, да, подзажался. Ты слетаешь. В театре у тебя есть большой репетиционный процесс. Ты накапливаешь все это дело, понимаешь, потихоньку входишь в этот образ. Здесь этого мы не можем себе позволить. Но, и все-таки, возвращаясь к команде, я считаю, что, в принципе, это хорошо. Потому что, во-первых, я скажу, что у нас очень ограниченный круг людей, которые умеют звучать. Ну, к сожалению. Может быть, он и был бы больше, но, как бы, ну, маленький круг. К сожалению, маленький круг, кто умеет правильно пользоваться своим голосом. Более того, чаще всего сейчас за последнее время, в последнее время актер пишет не одну роль. Ну, главную, за главную роль, конечно, стараемся, чтобы он больше никого не писал. Но мы ограничены в числе актеров. Мне дают от пяти актеров, да, на мультфильм до девяти. Редкий случай, когда это переходит за десять человек, там, предположим. Ну, когда уже огромное количество персонажей, что, ну, просто нереально, когда все начинают говорить сами с собой. Так, значит, он еще должен уметь быстро перестроиться из одного образа в другой, а стараешься давать не близкие образы. Потому что, ну, чтобы голосового он мог отбивать, а стараешься давать разные образы ему. Понимаешь, разный диапазон должен быть голосовой. Вот, поэтому это все очень ограничивает. Поэтому и создается эта команда, которая умеет это делать. Детей должны писать дети. В кино, предположим, да, если я делаю фильм, у меня обязательно будет писать ребенок. У меня не будет писать актриса, потому что в кино это сразу будет слышно. Мультфильм, он изначально уже, как бы, изначально это условность. Ну, говорят, зверюшки, да, нарисованность, уже, так сказать, изначально заданы параметры условности. Конечно, и там, вот сейчас мне предстоит писать медведей, да, мультфильм, и мы его пишем. Ну, взрослых, понятно, взрослые пишут. Но там заказчик попросил, чтобы двух маленьких медвежат писали дети. Повезло, там большие роли, и они, конечно, когда большая роль, он будет писать одного этого своего. Но ребенку очень трудно абстрагироваться и писать, например, не одну, а две или три роли. И вообще ребенку, например, вот когда он пишет именно ребенка, да, он ассоциирует себя. Но он не всегда может ассоциировать себя с медвежонком, там, предположим, понимаешь? Вот, хорошо, есть хорошие дети, чаще всего это дети актеров, как правило, да. Вот, которые, так сказать, как бы быстро влетают в это дело и пишут, кстати, быстрее иногда актеров. Вообще у них странный подход к письму. Я вот, я раньше очень много детей писал, потому что фильмы делал. Вот он слушает, и потом вдруг пишет прям один в один. Слушает молча. Да, и вот воспроизводит один в один, и в размер попадает всегда, и пауза. Ну, есть сложные моменты где-то. Ребенку сложно заплакать, предположим. Или, наоборот, проявить какую-то очень активную радость, там, предположим. То есть какие-то такие яркие вспышки эмоций для детей сложноваты. Ну, можно вывести его, конечно, но это долгая работа очень. И поэтому в мультфильмах, конечно, актрисы, особенно обладающие даже не просто высоким детским голосом, а именно вот есть голоса актрис, которые, ну, Шорохова, предположим, да, там, та же Веселкина, они обладают вот звучанием ребенка. Именно. Не то, что, ну, разное, вот некоторые актеры там, ну, просто делают это, да, а некоторые прям вот как бы как впечатление, что это пишет ребенок. Вот. Поэтому, когда такие актрисы это делают, это допустимо. Ну, в мультфильме, я еще раз говорю, в мультфильме, если надо мне сделать несколько ролей, то ребенку это сложно. Хотя я, конечно, за то, чтобы, ну, давайте больше актеров разрешайте, и дольше времени давайте, и будем писать с детьми. Там немножко иначе за рубежом. Они сначала говорят, потом рисуют. А здесь ребенку надо послушать, как он сказал тот, и практически сыграть его. Для ребенка, это для психологии ребенка немножко сложновато. Он начинает или играть чересчур, понимаешь? И вот есть, ну, конечно, есть саморудки, которые, так сказать, это делают великолепно. Вот сейчас. Скажите, кто? Ну, вот Вайтюк, сын Леши Вайтюка, актера, вот он у меня сейчас будет писать буквально послезавтра. Не, вру, 10-го числа. Тоже непонятно как. Но, правда, скажу так, во-первых, он из семьи актерской, а во-вторых, он еще где-то все-таки учится в какой-то типа актерской школы такой. Вот. Некоторые есть просто саморудки, которые вот, ну, стоит и может делать. Вот у Некрасова сын тоже будет писать, потому что там тоже были большие пробы, длинные пробы. Мы пробовали многих, и заказчик очень ревностно и строго относится к этим. Потому что, по-моему, этот мультфильм даже что-то выиграл такое, да. Не буду сейчас врать, но, по-моему, мне сказали, что чуть ли не Оскара там он взял, вот, «Медведи». Ну, фильм очень, мультфильм очень такой интересный. И вот в двух пока сериях у меня вот появляются эти дети про образы больших, сначала, когда они были маленькими. И попросили, именно сказали. Хотя мы сделали хорошие пробы и актрисами. Слышно. Мультфильм дает больше свободы. Не наигрыша, а где ты можешь себе позволить чуть больше, чем ты можешь позволить себе в фильме. Потому что в фильме это живой человек, так сказать, как бы, здесь все несколько утрировано, гипертрофировано, понимаешь. Поэтому здесь ты можешь, вот хороший актер в мультфильме может развернуться так, потому что вседозволенность такая. Ну, в хорошем смысле слова, вседозволенность, понимаешь. В актерском плане вседозволенность. Потому что ты можешь делать такие вещи, которые ты никогда не позволишь себе делать в серьезном фильме. Ну, даже в комедии. Потому что там ты сразу перешагнешь грань наигрыша. Здесь ты ее не можешь перешагнуть. Ну, нет, умудряются и здесь тоже перешагивать, конечно. Но, в принципе, мы сейчас говорим как бы о хороших актерах. Здесь разворачивается душа. И поэтому, я не знаю, мультфильм, наверное... Вообще, я вот свою комнату называю лабораторией. Лабораторией, где можно делать все. Главное – ошибаться. Ты можешь там ошибаться, как хочешь. Потому что тебя стирают, и следующий дубль ты пишешь заново, с белого листа. То есть, ты можешь экспериментировать там. Делай все, что хочешь. Разрешено. Вот, более того, узаконено это. Именно делай все, что хочешь. Особенно в мультфильмах. Да, в фильмах там все-таки стоят уже границы, рамки стоят определенные. Здесь нет этих рамок. Здесь этот образ можно делать даже... Вот, даже озвучивать не так, как озвучивали те. Я всегда говорю, что в фильме этого нельзя себе позволить. Потому что там живые все эмоции. Все живое. И все... Вот каждая деталь видна. Здесь настолько все условно. Ну, есть мультфильмы, конечно, и там прорисованы в такой степени, что тоже не соврешь так, не разыграешься так. Но, в принципе, здесь есть такая вседозвольность. Мне очень нравится работать с мультфильмами. Но не со всеми, к сожалению. Потому что очень много, конечно, такого с монстрами, с этими. Ну, просто я бы их не показывал детям, честно говоря. Просто мы работаем, мы зарабатываем. Мы, так сказать, как бы профессиональные люди. Мы должны это все делать. Но в качестве материала, который я бы не разрешил своему ребенку смотреть какие-то вещи. Ну, не то, что не разрешил, не дал бы. Вот сейчас очень хорошая работа «Ланфёст» будет французский. Очень хороший мультфильм, интересный. Хотя тоже там монстры, но они какие-то... Не монстры, а там типа гоблинов таких. Но они все равно другие. Вообще, я вот что еще хочу сказать. Что часто в мультфильме заложены... Если отрицательный персонаж... Вот российские Небюро мультфильма, зарубежные. То он прямо вот отрицательный до противности. Я всегда говорю, что нельзя со сцены ли, с экрана ли. Не должно идти вот это вот... В этот негатив. Пусть он отрицательный герой. Но он должен быть все равно... Все равно он должен... Играя отрицательного, да. Но я сейчас уже буду говорить те вещи, которые говорили всем в институте. Все равно ты должен как бы... Понятно, ты его осуждаешь там внутри, да. Мы же раскладываем себя как бы, да. Я как актер должен быть в образе, да. Но еще как человек я должен тоже к этому образу относиться. Правильно? Ну, естественно, ты же свою гражданскую позицию тоже имеешь. Вот. И все равно должен быть в зал пущен или с экрана все равно твой человеческий заряд позитива. Как это сделать? Сложно. Но играя плохого, да, мы играем плохого. В мультфильме может быть даже и проще, потому что ты его можешь чуть-чуть утрировать и дать понять, что, в общем-то, он, может быть, и не так страшен. Мы не имеем права пугать детей до такой степени, чтобы, понимаешь, он оставался потом испуганным и заикой. Нет. Мы все равно должны... Мультфильм это... Это... Я не знаю, как это сказать, какую категорию принять. Это как бы... Это то, что воспитывает твою изначально детскую душу. Правильно? И закладывать в нее такие какие-то негативные вещи, мне кажется, это не совсем верно. Почему я говорил, что есть ряд мультфильмов, которые я бы, так сказать, своего ребенка, да и другим бы не советовал. Дело в том, что у нас идет такой конвейер. Вообще, когда мы уже пришли сюда, нам сказали, что здесь фабрика. То есть мы... Я иногда делаю по три проекта в один день. То есть у меня там «Ланфюст», «Прыгуши» и еще какой-нибудь мультфильм, понимаешь? И когда это все сливается, актеры-то почти одни и те же. Поэтому это одна сплошная такая кинопленка, которая проходит. Это надо посмотреть просто сейчас по... Ну, «Покемоны» очень приятный фильм, хотя он мне тоже достался по наследству. Да, это очень интересный проект, потому что это как бы художественный фильм, но очень интересно задуманный режиссером. Он спрятал всех за куклы. Он как бы мультипликационный получается, но вот мы писали как раз с Михаилом. Там настолько живая атмосфера, настолько реальная, что практически ни в одном мультфильме этого нет. Поэтому он, естественно, задумывался как фильм, конечно. И сам момент того, что человек воспринимает все в округе только через мужские голоса... Кстати, я посмотрел в интернете какой-то кусочек из этого, где то ли, не знаю, то ли там делали просто без режиссера, то ли там не понял режиссер. Он сделал все голоса, если женщина, то он делал женщинами, там, детей, ну, под детский голос. Хотя это был закадр, вообще закадровое решение, но... То есть, настолько не понять смысл всего этого фильма. Вот. Очень интересная работа, и тоже я делал там пробы, естественно, и пробовал туда как раз и Александра Новикова. И сам пробовался на эту роль, потому что мне очень хотелось, очень интересная роль. Вот. Но Саша сделал лучше и, как бы, в пробах. И, естественно, и в фильме он сделал очень хорошо, на мой взгляд. Вот. А всех остальных делал я как раз всеми остальными голосами. Но там, как бы, с одной стороны, вроде оно и проще, потому что они, в общем, все довольно-таки безликие. Но, с другой стороны, все-таки у каждого есть небольшое свое такое какое-то я. Самое трудное там оказалось с бургурами, потому что нам строго-настрого запретили брать оттуда какие-либо бургуры. Вот. И, а там были очень большие бургуры. В конце там, когда он приезжает домой, там, ну, я не помню за сколько человек я там писал, сколько раз, вернее, пришлось прописывать какие-то фразы там. Какой-то огромный. На бургуры потратили, по-моему, времени столько же, сколько на запись всего фильма. Вот. Ну, и потом, я думаю, что там работа звукорежиссера была очень интересной, потому что, ну, во-первых, сложная, естественно, но она интересная, мне кажется, потому что там звук решал очень многое. Так как все спрятано было за масками, за куклами, вот. Поэтому все остальное это именно через голос. А что такое голос? Я всегда задаю актеру вопрос. Что такое голос? Это звучание твоей души. Ух ты! Звучание твоей души. То есть, если ты… Это вот, это и есть душа твоя, твой голос. Потому что даже глаза могут соврать, голос практически не соврет никогда. Если ты, ну, искренне говоришь, то это будет… Так что была очень интересная работа. Я не знаю, как ее там оценит зритель. Это, наверное, все-таки не, к сожалению, не для широкого просмотра, потому что… Хотя не знаю, я бы показал такой фильм на большом экране. Ну, в общем, фильм, конечно, потрясающий. И это первая моя была такая работа, где, как бы, когда мы говорили о том, что за мультфильмом можно спрятаться и что-то себе позволить, то здесь вот как раз отношение именно как к полнометражному метру художественного фильма, где ты не имеешь права даже в этих куклах себе что-то позволить. Ну, во-первых, остался флёр просто этого фильма, потому что потрясающий фильм, конечно, и сцена последняя, когда они там наверху, по-моему, на каком-то, не помню, небоскрёбе. Кстати, там у меня работал мальчик, был именно… Да. Уже, конечно, многое стерлось, к сожалению, стирается от того, что очень большой поток. Вот, конечно, многое стерлось, но вот остались какие-то такие очень, на самом деле, тёплые воспоминания об этом фильме. Если от каких-то фильмов, может быть, даже иногда не остаётся, то от него вот именно такой флёр работы о Тома Хэнкса, я не помню, кто он мне делал, по-моему… А? Остарожек, да, он у меня почти всегда делал Тома Хэнкса. Ну, во-первых, актёр хороший очень, начнём с этого. И мне казалось, вот он лез не в голос Тома Хэнкса, а он лез в его душу. Что очень важно, что идёшь не за голосом, часто остаются голоса, да, закреплённые. Те, кто, ну, как бы в голос попал, понимаешь? А здесь попадание в душу самого Тома Хэнкса. Да, «Телефонная водка» – это одна из первых работ Груздев, кстати, тоже осталась, естественно, в памяти, потому что, ну, он очень сложный был фильм. И Груздев у меня делал главную роль, и вдруг я увидел, что он начинает уже… Ну, как бы слышно, когда актёр устает и начинает уже… Ну, не то что… Ну, профессиональный человек слышит, когда он устал, когда он уже не может до конца выложиться в своих эмоциях. И я ему сказал, стоп, сегодня смена закончена, доделаем в следующий раз. Он говорит, это первый раз такое у меня было, чтобы остановили вдруг смену, да, и перенесли на следующий раз. Я говорю, ну, потому что ты устал. Он говорит, я действительно устал, но, как бы, мы обычно всегда с равно дописывали. Я говорю, ну, это необычный фильм, он, правда, очень хороший фильм, кстати, и там команда хорошая подобралась. Голос Тим Ван Вот, вот это было очень сложно. Вот как раз Голос Тим Ван – это был фильм о вот этих камерах, которые, как бы, везде напичканы, они ходят и, ну, ничего не делают, понимаешь? Друг на друге все говорят, и всё это такое. Ну, вот как в жизни происходит на таком-каком-то таком. Я даже сначала не мог никак вычленить оттуда, ну, сюжетную линию, вроде как ни о чём. Потом, потом потихонечку, потихонечку, сюжетная линия начала выстраиваться, и актёры вдруг заиграли. Я говорю, что у меня актёры, ну, очень сильно мучились на этом фильме, а там, по-моему, Борхударов больше всех говорила. Ну, вот. А ты ещё учёшь, что-то ты не можешь? А я объясню. А ты ещё учёшь, что-то не можешь? Да, потому что это очень трудно. Я скажу на своём опыте. Я один раз озвучил кусочек фильма, ну, не кусочек, вернее, а такой, как бы, перед фильмом, да, запустили такую заставку. Фильм, там, об убийце, что-то такое, и с ним было интервью. В то время ещё существовала смертная казнь, поэтому, так сказать, он, ну, и по другим причинам, он всё равно не смог бы присутствовать на озвучании. И его надо было озвучить. Там, ну, не соврать, трёхминутный, может быть, даже меньше я сейчас по экранным меркам, но для меня это казалось какая-то бесконечность. Я никак не мог его сделать. Он так спокойно говорил о том, как он взял лопату, убил и, там, потом закопал этой же лопатой, да. То есть, как бы, вот когда, когда человек вообще не играет, тогда ты не можешь никак поймать. Вот, когда человек играет, и ты понимаешь, что он играет, да, всё, ну, там, может, сначала не получаться, но ты не получается, чаще всего, когда ты не понимаешь, что он, и как он это делает, да, и что он это играет. Как только ты понимаешь, что он играет, всё, ты включаешься в него, ты за это, как бы, цепляешься твои костыли, грубо говоря, понимаешь. когда человек ничего не играет это очень сложно потому что ты никак не можешь во первых даже не знаешь вот когда человек играет и видишь какая следующая фраза будет даже выучив текст если человек не играет очень трудно как бы подойти к следующей фразе это самое трудное и вот я по себе помню я мучился на часа полтора или два наверное ну еще опыт был маловато конечно но и здесь то же самое как только там актеры заиграли были очень сильные эмоциональные сцены это все пошло легко а когда они не играли вот это было мучением просто ну вот как не мучением творческим мучением конечно потому что равно надо было найти и понять это все но это была тоже с очень сложная работа хотя тоже опять к сожалению не для большого экрана чем сложнее работает тем они почему-то все как не в стол да да но они интересные конечно до села кузнецов да кстати у меня очень у меня кстати очень много работал как актер очень хороший актер ну во всяком случае вот когда мы работали он был очень хорошим актером нет я сейчас с девочкой если ты увидишь ты я к тебе очень хорошо отношусь и как к режиссеру к тебе отношусь очень хорошо я у него работал один раз вот и как к актеру но просто я говорю о том что у меня были приятные моменты когда мы с тобой работали тогда он еще у меня работа мы тоже делал комедию какой-то про дьяволица которая давала возможность там что-то эти желания какие-то ослепленные желанием да прекрасно он делал этого главного героя там вот очень тоже хороший фильм оказался во-первых если профессиональный звукорежиссер то не обязательно долгая работа с ним вот если если просто ты долго работаешь ты уже как бы тут дело в том что тогда надо переходить немножко к специфике звукорежиссера на самом деле звукорежиссер он должен только слышать одно изначально насколько так сказать близко ли он сидит микрофону то есть все то что касается звуку звучание но профессиональный звукорежиссер хороший звукорежиссер много работающий в этом да он тебе иногда может подсказать уже даже то что не сыграл актер иногда у самого даже ухом ну замыливается они слышат это точнее что здесь соврал предположим понимаешь и он тебе может подсказать и вот тут в данном случае но только здесь должна быть этика тоже ни в коем случае нельзя это говорить актеру потому что мы все-таки должен режиссер это делать вот но режиссер он может сказать что здесь фальшивил а еще когда у меня вообще звукорежиссер прекрасный он еще и с хорошим слухом он записывает все наши поющие номера он всегда очень слышит да и всегда подсказывает как надо спеть вот ну где 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 врет режиссер тоже должен слушать где врет актер но только не не музыкальном смысле слова да а вот именно в твоей душе душевный в душевном смысле слова понимает потому что там тоже фальш проскакивает часто если это профессиональный звукорежиссер значит фильм купе получится и с актерской точки зрения и с звуковой мы же все-таки большинство звуком занимаемся именно звуком и сложность вся наша актерская еще заключается в том что мы не можем себе позволить никаких у нас нет действия мы здесь можем действовать только словом только словом и вот часто актеры в кино в театре могут спрятаться за действием физическое действие помогает он там напряжение или бег ли там мы не можем пошевелиться ну есть конечно какие-то движения такие минимальные да мы можем себе рукой помочь там что-то еще но в принципе физического движения нет и кстати это еще относится к тому что многие сейчас стали писать сидя сиди стоя две разные вещи абсолютно ну сериал закадровый я могу понять потому что ты сидишь и строчишь там бесконечно понимаешь но если это фильм если это роль то сиди и писать нельзя потому что у тебя совсем ну по-другому фильм во-первых ты сидишь ты отдыхаешь а это работа ты должен работать а не отдыхать ну есть разница большая разница мы раньше вообще никогда не вообще не знали как-то сидя писать это вот началось с сериалов когда начали сериалы писать тогда их посадили за кадром особенно за кадром это совсем другая специфика режиссура хотя сейчас вот мы сейчас пишем вот под куполом сейчас нас просят это уже не знаю почему но просят мы делаем за кадром фильм закадровый фильм но просят играть как в этом как в дубляже тоже нонсенс получается мы не имеем права там дышать не имеем права смеяться произносить каких-то отдельных их ой 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 там предположим но все остальное мы должны сыграть но это смешно потому что но специфика за кадром она в том и заключается что дают возможность послушать как там сыграл а мы только создаем атмосферу и как бы чтобы зритель понимал о чем речь если юмор туда если у актера присутствует юмор это прекрасно вот а так мы только только так вот как бы тихой чтобы нас вообще было незаметно чтобы зритель не понимал что еще там кто-то говорит отвечаешь ты дышишь плачешь с ним вместе все пьешь ешь понимаешь а здесь здесь очень отстранены эти очень сложные профессии на самом деле у меня не всегда получается потому что я начинаю включаться в это дело и вот когда нам разрешили играть я начал делать уже эти фильмы которые ну крикас называется да то есть позволяют тебе еще сыграть но с другой стороны смешно мы в шестером делаем там 20 с лишним персонажей понимаешь из-за каждого надо проиграть это все это понимаешь отбиваться голосом от одного другого сам собой разговариваешь все это это несколько конечно смешно чтобы я хотел чтобы было у этих режиссеров до чтобы режиссер ну во первых я вернусь к тому же все таки не дело свое кино а как бы делать реставрировал тот фильм который уже сделан до него и вложен туда и труд и и эмоции все уже вложены у нас есть перед нами картинка которая нам помогает это все восстановить и вот разгадать эту картинку да это задача режиссер потому что чтобы он потом мог подсказать актеру в каком направлении нужно ему стремиться делать вот это в первую очередь во вторую очередь это конечно прислушиваться ник ну прислушиваться к тому что чтобы актер не фальшивил вот его задача это опять же как дирижер понимаешь который управляет чтобы он не играл громче того что нужно или наоборот не затешал но не затешал не в плане голосовом за этим как раз следит звук режиссер понимаешь а не затешал как бы внутренней не умирал не тух или наоборот чересчур перебор с горением с каким-то вот за этим должен следить режиссер ну и конечно создать атмосферу в первую очередь того чтобы актеру было там комфортно потому что если ты создаешь атмосферу актер тогда будет раскрепощен понимаешь и он из него больше выйдет из он больше сможет сделать потому что закрепощенный актер трудно меньше говорить что не получается если ты видишь что не получается ты не говори никогда не сразу изначально не не делай не говори слова нет вообще я считаю что в принципе в диалоге а это тоже диалог никогда не надо начинать со слова нет давай попробуем иначе давай попробуем какие-то варианты давай поищем потому что как только нет во первых ты меня сразу ставишь как бы в позицию противника понимаешь я должен доказывать что да но актер дел такой подневольное существо понимаешь когда ему говорят нет он сразу так сказать теряется поэтому лучше и вообще больше вот еще раз говорю больше относиться к этой студии как к лаборатории как какой-то такой фантастическом месте да в котором вот можно делать все что угодно в жизни мы себе не можем позволить да там набила еще раз попробовать уже сказал наш не вырубишь топором а здесь все раз и вырубил звук этот вырубил вот поэтому это конечно и это ну вот когда режиссер понимает это все да когда он это так сказать как бы это его его инструменты работать с актером да тогда и получается лучше мне так кажется ну должно во всяком случае получится лучше это скорее всего больше дирижер он режиссер только в том плане когда он собирает команду да когда он знает своих актеров пробует их да и ну это может и дирижер делал то же самое режиссер это он опять в том случае когда он организатор проект проект процесса вот он должен организовать процесс так чтобы во первых ну все таки вовремя сдать его это как бы у режиссер должна быть еще и административная такая нотка понимаешь как администратор который собирает ведь на английском режиссер директор да значит он еще должен быть директором но директор это как административная часть и дирижер как человек который слышит каждую фальшь понимаешь дает правильное указание как надо когда нужно вступить не попасть не в смысле правильно вступить попасть в губы а вступить когда ты должен вот как бы вместе с ним вздохнуть и задышать и вообще когда я вот например но сейчас все опять сложнее сложнее с этим стало сейчас мы читаем с листа практически ну хорошо когда успеваешь что-то запомнить и смотришь в глаза своему персонажу и а так 80 процентов с листа все прочитано ну хорошо есть люди которые с листа умеют спрятать так сказать как бы недоигранность какую-то а некоторые прям слышно что читает человек читает ну во первых колоссальная разница в том что мы все стояли у микрофона всей ну всеми ну сколько персонажей есть на на экране столько персонажей стоял у микрофона 1 1 2 2 5 5 по очереди подходили и была сцена учили наизусть текст микрофон стоял был только один у кого-нибудь кто там главную роль делает у кого монологи идут все остальные учили текст а молодые всегда учили текст молодым вообще не давали микрофон старики подходили только с микрофоном потому что уже там память нас убивает и хуже учат текст просто потому что выученный текст это уже твой текст тогда тогда он уже ты уже понимаешь точно что ты говоришь поэтому конечно это как бы школа старых людей ну старых людей которые раньше дублировали до сейчас этого нет хорошо ладно скорость но прочитать и понять до сначала и может быть один раз прикинуть как это будет до послушать и вместе с ним не начинать говорить ты ты его глушишь ты не слышишь даже как он это говорит потому что ты своим голосом два наушника надел и все ты уже себя практически не слышишь и его не слышишь ну освобождать я вообще сейчас хочу купить наушник им такое с одним ухом чтобы 2 было открыто но это правильно но потому что через наушники совсем по-другому все ты того не слышишь практически ухо дано только для того чтобы понимать когда тебе вступить вот и все а так до этого ну посмотри один раз хотя бы ну еще есть одна вещь отличающая старых да одна вещь которая старый актер всегда говорит ой стоп дай я еще раз да я сделаю по-другому молодой актер так не скажет ну один из там десяти а так если мы режиссер ничего не сказал пойдем дальше это это ужасно на самом деле да то есть да у тебя как бы ты сам себе не слышишь что ты соврал или соврал почувствовал что прошло ладно вот старики это себе не позволяют внимательнее слушать самих себя свой внутренний голос внимательно если он доверяет этому режиссеру он обязан доверять если он пришел к нему до прислушиваться к тому что и самое главное смотреть на экран и видеть что там уже сделано это твоя подсказка не надо тоже как и режиссеру придумывают свою роль понимаешь в нем на самом деле у нас наверное профессия она просто самая главная черта это внимательность чем ты больше штрихов заметишь чем ты больше нюансов услышишь тем точнее ты сделаешь эту роль более скорпулезно как бы слушать то что идет с экрана внимательнее смотреть на те эмоции мы сейчас говорим о фильмах конечно потому что в мультфильме там на немножко все опять же проще естественно там эмоциональный ряд совсем другой там практически отсутствует он только передается голосовым своим каким-то рядом но в фильме ну не надо спешить ну порепетирую ну есть у тебя возможность такая не надо это показывает что ты можешь это делать с листа не можешь никто никто не может вот никто всем скажу никто ребята с листа никто прочти запомни посмотри большой монолог ну ладно не учи раньше мы учили наизусть да тебе подсказывают тому когда начать но прочти пойми его о чем в чем суть многоударность вот беда а что такое многоударность это когда у тебя нет мысли когда ты каждое слово ударяешь потому что нет основной мысли ты в жизни выделяю что-то одно куда ты хочешь чтобы тебя партнер понял да или собеседник тебя понял там мы можем сделать там в трех словах три ударения я уже манал оках не говорю сколько можно там аналоге сделать ударение это ладно это я прям вообще можно чем меньше ударения ты делаешь тем лучше тем более концентрировано идет к той мыслью которая да есть места где нужна чтобы это ну и они они разовы а не сильные они ударные где можно сделать в трех словах три ударение на это ударные вещи они не могут быть все время. Если говорить о напутствии, то в первую очередь, я бы сказал молодым, чтобы они очень любили свою профессию. Ну, потому что они же пошли в нее. Они для чего-то учились, 4 года о чем-то мечтали. Чаще вспоминать себя в студенческие годы. Это самые годы, когда ты мечтал об огромном, что, во-первых, ты все можешь, ты можешь сделать все, сыграть любую роль. Да, жизнь потом тебя немножко как бы обтесывает, ты понимаешь, что не все можешь, но неважно, надо все равно внутри себя гореть этим. Это раз, это самое главное. Потом, ну, при всей тягости нашей жизни, при всем грузе того, что нужно зарабатывать деньги, ну, не превращать все-таки эту профессию вот просто в ковку монет. Ну, все-таки она творческая профессия. Все-таки давать себе минуту передыха в плане того, что, фух, выдохнуть, давайте еще раз сделаем, давайте посмотрим, что я сделал не так. Потому что, если у тебя не будет твоего внутреннего цензора, да, ну, в хорошем смысле слова, цензора по твоему, как бы, твоей внутренней планке, если ты ее не будешь все время поднимать и держать на одном месте, ты закончишься как актер. Актер – это, это особая профессия. И ее легко превратить просто, так сказать, как бы в ремесленнике. Нет, я ничего не имею против ремесленника. Ремесленник, хороший ремесленник – это очень хорошо. Это ремесло, знание своего дела. Ну, просто актер – это еще плюс к ремеслу, еще тот факел, который в тебе горит. Потому что сейчас вот во многих молодых я вижу, что, да, тяжелая жизнь, там, надо зарабатывать, там, кто-то в театре работает, там, вообще минимум платит. Но, кстати, театральные актеры, как правило, все-таки здесь, в дубляже, они, они более дисциплинированные, они, как бы, больше ответственности. Ну, это потому что практика, наверное. А те, кто занимается только дубляжом, вот эта беготня из студии в студии, да, нужно, да, потому что, как бы, не хватает. Но при всем при том, что не хватает, все-таки заглядывайте внутрь себя и, как бы, цените себя. Наверное, так. Ну, скажу честно, в кинотеатр я очень давно не ходил, поэтому мне трудно сейчас судить. По телевизору, вот так сказать, чтобы что-то прям понравилось, не могу пока. Может быть, не из-за того, что, а может быть, просто уже прихожу усталый и, как бы, хотя, с другой стороны, нет, были какие-то моменты, сейчас просто не вспомнил, что вдруг забываешь обо всем, и начинаешь смотреть этот фильм. Не знаю, может быть, из-за сюжета, а может быть, из-за того, что, как бы, вот он, раз он завлек, значит, что-то там сделано правильно, значит, ребята там вложились, не только иностранные актеры, но и наши, вот, наверное. Ну, конечно, честно говоря, при таком потоке, и еще тоже пытаться, я тоже пытаюсь точно так же заглядывать в себя, я точно так же пытаюсь, но не гнать по возможности, хотя, конечно, ну, сложно это не гнать, вот, но даже при гонке, просто опытный актер, он при всей гонке, да, он успевает, не опытный актер, он еще не успевает заглянуть в себя. Не ждите, часто не ждите подсказок от режиссера, то есть не то, что подсказок, а то, что, ну, более творчески подходите к своей профессии, да, но если самому не понравится, может быть, режиссеру понравилось, как вы сделали, но если есть возможность сделать лучше, сделайте, не оставляйте на этом уровне, потому что оставаясь на этом уровне, даже то, что понравилось, режиссер-то тоже, видите, он, как бы, понимаешь, я понимаю, где я могу, если в фильме, серьезный фильм делал, я буду выжимать из тебя последний, да, но если я не понимаю, что это нормально, да, я могу оставить это, но для актера это не должно быть, если он чувствует, что я могу внутри лучше, я могу больше, делай больше, актерский дубль всегда, это никто не скажет нет, ни один режиссер, делай больше, не стесняйся, ничего, это секунды времени, они, как бы, но качество улучшится, твоя самооценка увеличится, если ты действительно сможешь это сделать, это очень важные вещи, очень. Музыка 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 Субтитры подогнал «Симон»